Итак, мир снова поделился на две половины. Те, кто посмотрел сериал «Чернобыль» и те, кто смотреть его никогда не будет, чтобы при каждом удобном случае вставлять в разговор или хвастаться в соцсетях своей оригинальностью. Это какое-то новое невежество, о котором я обязательно запишу отдельный выпуск, ярко проявило себя, пока в мир приходили один за другим сезоны «Игры престолов». Итак, мир разделился. Но мир такая штука, он не может разделиться на две части и успокоиться. Ему нужно постоянно дробиться и он дробится. Посмотревшие сериал тут же разделились на две части. Одним он понравился, другим нет. Те, кому сериал понравился, тут же поделились на две части. Одни уверяли, что это заказ ЦРУ по уничтожению российской атомной промышленности, другие нашли в этом руку Путина, который многоходово переиграл ЦРУ и их кривыми руками снял сериал, чтобы укрепить российскую атомную промышленность. Далее деление стало не остановить и я прекратил за ним следить, сосредоточившись на сериале. Чернобыль. Пятисерийный сериал, всем известный североамериканской компании HBO. В основе сюжета авария на Чернобыльской АЭС. В общем все об этом знают и если кто-то чего-то не знает, в конце концов у всех здоровые пальцы. Можете потыкать ими в свои смартфоны или компьютеры и узнать, дело не хитрое. Расскажу о своих впечатлениях. Сериал прекрасный. В каком-то из рейтингов он стал лучшим сериалом всех времен народов. Не знаю, я бы так не горячился. Это прекрасный сериал, а для людей не русской культуры возможно и без изъянов. Я русский, поживший в Советском Союзе и посему изъяны вижу. Их мало, но они есть. Авторы не смогли разобраться в том, как мы взаимодействуем, как мы общаемся, что является приводными механизмами власти одних людей над другими. Например, герой Щербины несколько раз засерял при малейшей попытке неподчинения, угрожает физической расправой. Легасову он угрожает тем, что выбросит его из вертолета, кому-то угрожает немедленным расстрелом. Но люди подчинялись не потому, что боялись смерти. Они больше боялись проблем. Даже не столько для себя, проблемы были бы у всех в семье. Советская власть умела их создавать, не прибегая к физическому насилию. Арест и тюрьма могли ждать уж очень упрямых сопротивленцев. Очень наглядное додавление показано в известном фильме «Инспектор ГАИ». Это вообще сложно понять людям, родившимся и выросшим в свободном обществе. Тебя не могут принудить к тому, что ты делать не хочешь, что тебе противно, против чего бунтует весь твой организм. И не путайте разные виды давления. В свободном обществе на тебя тоже могут давить. Но давят на тебя тем, что ты что-то не получишь. Продвижение по службе, прибавки к зарплате и тому подобное. Но принудить тебя непросто. Ты встал и ушел. У тебя не будет проблем с трудоустройством, переездом в другую область или страну. Ты не зависишь от начальства, ни по месту работы, ни по месту жительства. В СССР ты зависел от всех. Вообще. Советские солдаты ведут себя на манер американских солдат во Вьетнаме. Пьют, ходят по расположению в каком-то разнузданном виде. Оружие держат на американский манер. Это тоже следствие жизни авторов в свободном обществе. Они размышляют так. Люди находятся в положении, когда жизнь их в смертельной опасности. И наверное ведут себя соответственно. Возможно и так. Но для советских людей все же нет. Обращаются люди в сериале друг к другу почти всегда товарищ. Это тоже такое странное обращение. Между людьми знакомыми, коллегами, соратниками такого обращения почти не было. Может быть вообще не было. В шуточной форме, пожалуй. Люди обращались друг к другу в основном по имени, отчеству или по имени. Могли просто по фамилии. Просто товарищ могли обратиться к незнакомому человеку. В сериале же все друг к другу только так и обращаются, что конечно немножко режет слух. Но полагать, что авторы не разобрались, как взаимодействуют люди между собой, какие у них страхи, желания, помыслы. Это клеветать на авторов. Одна из самых замечательно сделанных вещей это отражение проблемы взаимодействия тысяч людей, которым грозит реальная опасность, но которые этой опасности не видят. Речь о радиации конечно. И противостоит этим тысячам один человек, который в силу своего образования отчетливо видит эту смертельную опасность. Это прекрасно сделанная линия. Далее визуализация катастрофы. Грустно друзья мои, но визуализировать одну из самых трагических историй в СССР смогли американцы. А мы не смогли. И в глазах миллионов людей чернобыльская катастрофа выглядит теперь именно так. И запомнят ее именно такой. Не то чтобы это какая-то ужасная проблема. Хорошо, что катастрофа отражена. Но я известный русофил и всегда болею за наших, какими бы мудилами они ни были. Мне сложно сказать насколько точно восстановлена катастрофа. Я знал о ней из официальных репортажей, которые конечно сильно приукрашивали картинку и слухов, которые плодились и распространялись как снежный ком. Что в этом правда, что ложь, что художественный вымысел понять невозможно. Однако в фильме вся трагедия выглядит убедительно. Довольно стройно. Во всяком случае для моего очень гуманитарного сознания. Еще один аспект. Советский быт, советские люди. Все это подобрано очень точно. Я бы даже сказал бережно. Люди одеты так, как и должны быть одеты. Тарелки, вилки, стаканы, стены, подоконники. Все, что окружает героев от первой до последней серии, все очень-очень точно восстановленная советская действительность. Даже с сигаретами, мне кажется, дымятся как-то тяжело. Был такой термин в моей молодости – сигареты не тянутся. То есть вы втягиваете в себя сигаретный дым, но фильтр настолько плотный, что дым не идет. Вид у этих сигарет тоже неаккуратный и прямо тянет дымом из моего советского детства. Люди. Кастинг выдающийся. На меня с экрана смотрит советская действительность с глазами советских людей, зачем-то злоупотребляющая словом «товарищ». Но это все равно советская действительность. Я вам больше скажу, в большинстве наших сериалов она отображена с такой небрежностью, что хочется накостылять по шее. А тут бац, американцы, ну что им казалось бы до советского быта. Надели бы на всех ушанки, дали водку в руки и хоп, готова империя зла. В общем, спасибо. Отдельно хочу сказать про группу особенно выдающихся долбоебов, увидевших руку ЦРУ за созданием этого сериала. Таким образом, по их версии, мировое зло ЦРУ пытается уничтожить ядерную электроэнергетику России. Что ж, версия отличная. Я прям таки представляю себе директора ЦРУ, вызывающего к себе своего зама. Дружище, у меня для тебя отличный план. Мы уничтожим русскую ядерную промышленность. Что будем делать, интересуется зам. Будем снимать сериал. Готовьте камеры. Если придерживаться этой логики, то в ближайшее время мы увидим сериалы про нашу пищевую и тяжелую промышленность, кораблестроение, самолётостроение и прочие виды человеческой производственной деятельности. Ах, я ж забыл. Мы же сами все это уничтожили. Но окончательный и бесповоротный урон они нанесут нам, сняв сериал про президента Путина. Вот тут-то нам и конец. И еще одно. Если есть люди, которые принимают решение о покупке ядерных технологий на основе американского сериала, то я бы этим людям точно не продавал ядерные технологии. Максимум, что им можно продать, это конструкцию велосипедной цепи. Да и то есть риск, что они себя ею убьют или как минимум покалечат. Резюмирую, сериал действительно выдающийся. Сделан с любовью к героям, положившим свои жизни для устранения последствий катастрофы. Довольно убедительно рассказана версия катастрофы. Все очень стройно, логично и понятно. Главное, становится ясно, насколько это страшная и глобальная катастрофа. Ведь мы в последнее время теряем за словами суть. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, не теряйте за словами суть событий и знайте, ЦРУ специально оплачивает мой блог для разрушения русской блогосферы. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok